Всем привет! Смотрите как открыть диск файловой системы APFS в операционной системе Windows. APFS или Apple File System является стандартной файловой системой, используемой в macOS. Она обеспечивает высокую производительность и надежность для хранения данных на устройствах Apple и как правило недоступна для чтения на компьютерах с Windows. Но что же делать когда возникает необходимость в доступе к данным на дисках с файловой системой APFS из компьютера работающего под управлением Windows. Независимо от того нужно ли вам скопировать данные с APFS накопителя на Windows, восстановить утерянные файлы или просто просмотреть содержимое APFS диска, у нас есть решение для вас. Существуют специальные инструменты, которые позволяют просматривать и взаимодействовать с этой файловой системой. Далее в видео мы рассмотрим как получить доступ к данным на диске. Этот процесс включает в себя установку специального драйвера, который позволит Windows работать с файловой системой APFS на уровне с macOS. Прежде чем перейти к инструкции давайте рассмотрим некоторые преимущества и недостатки APFS. Среди главных преимуществ можно выделить следующие. Высокая производительность. APFS обеспечивает быструю скорость течения и записи данных, что делает ее отличным выбором для устройств Apple. Надежность и целостность данных. Файловая система APFS обладает механизмами проверки целостности данных и восстановления после сбоев. Эффективное использование пространства. APFS позволяет более эффективно использовать дисковое пространство благодаря копированию данных на месте и механизму сжатия. Тем не менее есть и некоторые недостатки. Ограниченная совместимость. APFS не всегда совместим с операционными системами, отключенными от macOS, что может вызвать сложности при обмене данными. Ограниченная поддержка Windows. Windows без сторонних инструментов не поддерживает APFS и доступ к дискам с этой файловой системой может быть затруднительным. В Windows нативными файловыми системами являются NTFS и FAT, а файловая система APFS, как я уже говорил ранее, не поддерживается в данной операционной системе. Итак, если вам нужно работать с дисками, отформатированными с использованием файловой системы APFS, вам потребуется стороннее программное обеспечение. В этом руководстве мы рассмотрим, как выбрать лучшие приложения для чтения дисков с файловой системой APFS Windows, а также те, которые помогут восстановить потерянные данные с таких дисков. Первая программа в списке – Hetman Partition Recovery. Hetman Partition Recovery – это программа для восстановления данных, предназначенная для восстановления удаленных, поврежденных или потерянных файлов, разделов на жестких дисках и других носителях информации. Программа поддерживает практически все существующие файловые системы, включая файловые системы APFS. Несмотря на то, что программа предназначена в первую очередь для восстановления данных, она также обладает способностью читать диски, отформатированные с использованием файловой системы APFS. Это дает пользователям дополнительную гибкость и возможность доступа к данным на дисках Mac, даже если у них нет доступа к компьютеру с macOS. Основные возможности Hetman Partition Recovery включают в себя сканирование и восстановление потерянных, поврежденных или удаленных файлов на различных типах накопителей, а также поддержку различных файловых систем. Таким образом, программа обеспечивает максимальные шансы на восстановление важных данных, включая те, что хранились на дисках, отформатированных с использованием APFS. Бесплатная версия программы предоставляет возможность чтения дисков с файловой системой APFS среди Windows и просмотра их содержимого, однако с некоторыми ограничениями. Для полной функциональности необходимо активировать полную версию программы. Чтобы начать работу, подключите диск с файловой системой APFS к компьютеру с операционной системой Windows и загрузите программу Hetman Partition Recovery. Процесс дальнейшей работы включает следующие шаги. Откройте накопитель с файловой системой APFS в программе и запустите сканирование диска. Программа предлагает быстрое сканирование, которое мгновенно анализирует диск и отображает его содержимое. Структура диска, имена файлов и папок сохраняются, а содержимое каждого файла доступно для предварительного просмотра. Выберите файлы, которые вы хотите скопировать на другой диск и нажмите кнопку восстановить. Укажите путь куда необходимо сохранить файлы. Выберите целевой диск и папку для сохранения, после чего подтвердите операцию восстановления. По завершению процесса все выбранные файлы будут доступны в указанном каталоге. Важно отметить, что программа не изменяет содержимое диска, что гарантирует безопасность ваших данных. Hetman Partition Recovery также предоставляет доступ к ранее удаленным файлам на диске, что делает ее мощным инструментом не только для чтения APFS дисков, но и для восстановления данных с файловой системы macOS. Кроме того, с помощью Hetman Partition Recovery можно создавать образы дисков и сохранять их на жестком диске Windows. Это удобно для резервного копирования и восстановления данных. Программа поддерживает работу с образами APFS дисков и предоставляет удобный и функциональный пользовательский интерфейс для максимального удобства пользователей. Hetman Partition Recovery может быть полезна не только для решения проблем с данными на macOS устройствах, но и для общего восстановления данных с различных носителей и файловых систем. Ее способность работать с APFS расширяет круг применения этой программы и делает ее ценным инструментом для пользователей, сталкивающихся потерей данных на mac. Вторая программа TransMac. TransMac – это простой в использовании инструмент, который позволяет читать диски APFS на компьютерах с Windows. Это хороший выбор, если вам нужно просто просматривать содержимое диска APFS и копировать файлы. Поддерживает файлы системы HFS, HFS+, APFS. Программа позволяет создавать новые диски и разделы, а также форматировать их в файловых системах macOS. Это полезно при подготовке USB накопителей для установки macOS. Включает в себя удобные инструменты для копирования, перемещения и файловых папок на диске с macOS совместимой файловой системой. С помощью TransMac можно создавать образы дисков и сохранять их на жестком диске Windows. Это удобно для резервного копирования и восстановления данных с macOS дисков. Поддерживает работу с дисковыми образами macOS, что позволяет пользователям работать с данными без физических носителей. Имеет удобный пользовательский интерфейс с простыми командами и функциональностью, доступно через контекстное меню. Обратите внимание, что некоторые функции могут быть ограничены в бесплатной версии программы, и для получения полного доступа к всем возможностям TransMac может потребоваться приобрести лицензию. Следующая программа Paragon APFS for Windows Paragon APFS for Windows – это популярное приложение, которое обеспечивает поддержку дисков от форматированных файлов в системе APFS на Windows. Это приложение фактически действует как драйвер, который обеспечивает доступ к данным на дисках APFS, позволяет читать и записывать файлы. Программа также имеет интерфейс, аналогичный менеджеру диска Windows. Утилита предлагает возможность чтения и записи данных между NTFS, FAT32 и APFS. Поддержку чтения сжатых, клонированных и зашифрованных файлов APFS. Для работы нужно подключить диск APFS к компьютеру, а затем загрузить и установить утилиту. После установки вы сможете просматривать содержимое APFS диска в проводнике. Приложение платно, но предоставляет пробную версию на 10 дней. Paragon APFS for Windows предоставляет удобные и надежные решения для работы с диском APFS на платформе Windows, обеспечивает доступ к данным и обмен файлами между различными файловыми системами. 4. Макдрайв Макдрайв – это еще одно мощное приложение, предназначенное для чтения и записи данных на дисках с файловой системой APFS в среде операционной системы Windows. Это приложение, подобно предыдущему, действует как драйвер, который обеспечивает доступ к данным на дисках APFS и интегрируется хорошо с операционной системой Windows. Если вы до этого использовали Paragon, сперва его нужно удалить, так как при установке Макдрайв вы видите следующую ошибку. Приложение также поддерживает другие форматы дисков macOS, такие как HFS+, HFS. Другие важные особенности Макдрайв включают высокую скорость чтения записи данных, возможность форматирования APFS дисков. Как и большинство программ данного типа, Макдрайв платная, предоставляет пробную версию, которая действует в течение 5 дней. Для начала работы с программой подключите накопитель с файловой системой APFS к компьютеру, затем загрузите и установите Макдрайв. После установки вы сможете удобно управлять данными на дисках APFS через проводник Windows и в разделе диски Макдрайв. Утилита предоставляет надежные и удобные решения для работы с диском APFS на платформе Windows. В итоге у нас есть 4 программы, каждая из которых предоставляет возможность читать диски с файловой системы APFS в операционной системе Windows. Каждая из этих приложений имеет свои особенности и преимущества, и выбор программы зависит от ваших конкретных потребностей и предпочтений. И все же помните, что работа с дисками и файлами отформатированными в другой файловой системе может быть опасной. Перед использованием сторонних программ или драйверов для чтения APFS диска Windows Убедитесь в наличии резервной копии, так как неправильные действия или сбои системы, которые может привести сторонний драйвер, может повлечь за собой потерю важных данных. Если вам нужно надежные средства для чтения APFS диска, рекомендуем воспользоваться программой Hetman Partition Recovery. С ее помощью вы сможете не только прочитать APFS диск, но и восстановить из него утерянные файлы. И все же выбор программы зависит от ваших потребностей и уровня комфорта с использованием сторонних приложений. Некоторые из этих программ предоставляют бесплатные пробные версии, поэтому вы можете попробовать их перед покупкой, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим требованиям. А на этом все, надеюсь данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok